ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Органами прокуратуры республики на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, за соблюдением прав и законных интересов детей во всех сферах жизнедеятельности общества. Но на постоянном контроле находится соблюдение прав детей и сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей. Надзорные мероприятия показывают, что на федеральном, региональном уровнях у нас очень много делается для детей, но в то же время и допускаются нарушения законов. По результатам, проведенных органами прокуратуры Чувашской республики проверок, за 2016 год и истекший период текущего года пресечено около 12 тысяч нарушений законов данной области. Значительное количество из них установлено в органах образования, в сфере соблюдения законов об охране материнства и детства, о профилактике правонарушения несовершеннолетних. В защиту интересов несовершеннолетних в суде предъявлено свыше 700 исковых заявлений, из которых основное количество рассмотрено и удовлетворено. За допущенное нарушение законов по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено около 600 человек к дисциплинарной ответственности, более 2,5 тысяч должностных лиц. По результатам общенадзорных мероприятий возбуждено 23 уголовных дела. Также протестовано около 1,5 тысяч незаконных правовых актов и объявлено свыше 200 предостережений о недопустимости нарушения закона должностным лицам различных детских учреждений. Приоритетное направление в вашей работе – это, наверное, предупреждение преступлений? Приоритетным направлением деятельности является исполнение законов о профилактике безнадзорности правонарушения несовершеннолетних. И в этой связи нами, то есть органами прокуратуры республики, на системной основе проводятся проверки деятельности органов и учреждений системы профилактики, принимаются определенные меры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с подростковой преступностью. И в результате принятых совместных мер нам по итогам 2016 года и по итогам 4 месяцев текущего года удалось добиться снижения подростковой преступности. Основное число совершенных несовершеннолетних преступлений – это корыстные преступления, связанные с тайным хищением чужого имущества. Такие преступления, то есть в основном это кражи, их число в общей структуре детской преступности составляет около 60%. Это, конечно, прежде всего обусловлено социально-экономическими негативными явлениями, которые у нас происходят в стране. Также связано с тем, что отсутствует должный контроль со стороны родителей и имеются недостатки в данной работе со стороны субъектов профилактики. Но, несмотря на положительные моменты, по итогам 2016 года увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, также подростками, состоящими на учете в наркологической службе. Такая тенденция сохраняется и в текущем году. Также нас особо беспокоит увеличение суицидальных происшествий среди несовершеннолетних. Например, по итогам 2016 года зарегистрировано 18 таких фактов, из которых, к сожалению, 12 закончились с летальным исходом. В 2015 году было 19 таких случаев. А это связано, может быть, с играми, которые в интернете сейчас очень популярны? Ну, основными, конечно, причинами подобных явлений являются снижение стресса, устойчивости подростков, нарушения психоэмоционального состояния, а также доступность информации, которая пропагандирует способы, методы суицида, в том числе путем игрового характера в сети интернет. В ходе прокурорских проверок выявлены такие факты, когда органы и учреждения системы профилактики знали, могли предотвратить суициды со стороны детей, но не сделали этого. Конечно, по таким случаям нами приняты меры прокурорского реагирования, и виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Беспокоит нас увеличение в текущем году количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних детей. За истекший период текущего года количество таких противоправных деяний возросло на 13,6%, с 280 до 318. В настоящее время нас особо тревожит увеличение среди подростков количество совершенных ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Например, если по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом было зарегистрировано снижение таких преступлений на 73%, с 67 до 18, то только в марте и апреле текущего года в отношении двух подростков в возрасте 17 лет, это в отношении парня и девушки, возбуждено уголовным делам по фактам совершения ими 25 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В данном случае подростки, решив подзаработать легкие деньги, они решили заняться закладкой наркотических средств в подъездах жилых домов. И, естественно, в данном случае они не подумали, что уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено за приобретение, перевозку, хранение, избыток наркотических средств, строгое уголовное наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. – Парень с девушкой впервые попались? – Да, парень с девушкой оба воспитывались в благополучных семьях. Ранее они не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности. Впервые были замечены в этом. Но, естественно, они сейчас за свои противоправные незаконные действия понесут строгое наказание уголовное. В этой связи, с учетом того, что имелись у нас такие проблемы, имеются, естественно, мы принимаем дополнительные меры. Вот эти вопросы, предупреждение пьяной преступности, рост суицидальных происшествий среди несовершеннолетних, рост противоправных зьяний в отношении детей, вот эти вопросы мы выносили на координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, обсуждали на заседании коллеги прокуратуры республики. Естественно, по итогам данных мероприятий у нас запланированы и проводятся дополнительные мероприятия, которые направлены на улучшение ситуации в данных областях. – На какие направления вы еще обращаете свое внимание? – Пристальное внимание у вас? – Ну, в своей работе, конечно, мы большое внимание обращаем и на соблюдение законов в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального образования. К сожалению, в ходе прокурорских проверок были на многочисленные нарушения в данной сфере. Были установлены нарушения при приеме детей в детские сады, школы, техникумы. Также по инициативе прокуратуры республики у нас пресечены факты закрытия 10-11 классов в ряде общеобразовательных учреждений города Чебоксары. Естественно, эти не единичные нарушения. К сожалению, имеют место факты совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и педагогами образовательных учреждений. Такой случай был установлен прокуратурой Альковского района в 2016 году. Учитель истории и общество знания применял в отношении обучающегося недопустимые способы воспитания, которые были сопряжены жестоким обращением. И, естественно же, за совершение данного преступления по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации он осужден судом в текущем году. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. И данный педагог лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года. Какие проверки будут проводиться именно в летний период? Есть какая-то специфика? Да, с учетом того, что наступает летний период, сейчас в июне, в июле, а в августе текущего года нами будут проводиться проверки в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей. К нами еще в июне, в июле будут продолжены проверки в сфере перевозки детей. По какой дорожке пойдет их ребенок, наверное, будет зависеть только от них. Хотелось бы отметить, чтобы родители в летний период усилили контроль за поведением своих детей. И контролировать, где они гуляют, с кем общаются. Так же, чтобы ограничили их пребывание в сети интернет. Хорошо, тогда напомним, что комендантский час в Чуваксарах все-таки никто не отменял. И детей без присмотра, тем более в ночное время, оставлять ни в коем случае нельзя. Уважаемые телезрители, по вопросам нарушения прав детей, любой гражданин может обратиться в органы прокуратуры Чувашской республики. У нас в каждом районе и городе существуют территориальные органы прокуратуры. Также непосредственно могут обратиться в прокуратуру Чувашской республики по адресу Карла Марса, дом 48. Спасибо большое, Малина Борисовна. Мы с вами ответили на все вопросы. Я думаю, что не в последний раз в нашей студии мы встречаемся. Приходите к нам еще. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова